Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования, инвестирую в российские акции, в российские компании, опыт инвестирования больше одного года. Сегодня пятница, 17 февраля 2023 года, ну и по старой доброй традиции пополняем вместе с вами брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Портфель у меня по-прежнему неизменный, в нем находятся 10 компаний, это компании Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, Сегежа и компания ФСКЕС. Также у меня есть фонд ликвидности, там храню весь свободный кэш. Есть 11 компания, это компания Яндекс, сейчас она находится в Россельхозбанке. Так, ну давайте смотреть, как у нас вообще ведет себя рынок на этой неделе и будем делать покупки. Так, начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот на неделе видим, что снижение, снижение приличное, минус 7,5% снижения, резкое такое. Торгуется сейчас Аэрофлот по 27 рублей 40 копеек за одну акцию. По портфелю видим снижение минус 32% по Аэрофлоту. Компания Газпром в минусе минус 4%, 152 рубля 94 копейки нам предлагает сейчас Газпром за свои акции. В портфеле по-прежнему минус, минус приличный, минус 21,5%. Магнит также снижается вслед и за Аэрофлотом, вслед и за Газпромом, минус 6,5%. Московская биржа обваливается на минус 4,5%. Цена в принципе хорошая, 104 рубля 10 копеек нам предлагает Московская биржа за свою акцию. Компания МТС. МТС обваливается на 5,5%. Видим на неделе, что это минус 14 рублей. Средняя по МТС у меня, конечно, высоковато, 284 рубля, хотелось бы поменьше. Буду думать, буду смотреть, как можно будет усреднить данную позицию. Рост нефти обваливается прилично, минус 5%, СБЕР минус 4,5%. По СБЕРу, конечно, цена, кто-то скажет, дороговато. Но два года назад, конечно, казалось, 157 рублей за СБЕР, это какой-то космос. Северсталь, в принципе, держится, минус 1,5%, 967 рублей. Торгуется Северсталь, Сегежа, что по Сегеже? Сегежа небольшой, небольшая просадка, всего минус 1,5%. И компания ФСКЕС минус 4,5%, торгуется по 8 копеек. Портфель по-прежнему в минусе, минус 17,5%, в деньгах это минус 33126 рублей. Но потихонечку продолжая инвестировать, продолжая пополнять еженедельно равными долями по 2000 рублей свой инвестиционный портфель и совершать покупки. На фонде ликвидности у нас 181 рубль. Давайте фонд ликвидности немножко распродадим, чтобы добавить на брокерский счет и совершать покупки. Так, количество доступно для продажи у нас 149, продадим 148. Оставим 1 лот по ликвидности. Нажимаем продать, нажимаем подтвердить. Все у нас, заявка успешно создана, заявка исполнена, фонд ликвидности распродали. Так, ну давайте совершать покупки. Первая покупка на этой неделе это будет компания ФСКЕС. В принципе, снижение хорошее, по портфелю видим среднее 12 копеек. И я думаю, 100 тысяч акций, точнее 10 тысяч акций в портфеле не помешает. Один лот у нас торгуется по 10 тысяч акций. Общая сумма 863 рубля 20 копеек. Нажимаем по рыночной, нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Все, заявка у нас успешно создана. Заявка исполнена. И фонд ликвидности, не фонд ликвидности, а компания ФСКЕС у нас добавлена в инвестиционный портфель. Так, давайте посмотрим, какая средняя по ФСКЕС сейчас. 12,2. Ну, потихонечку, потихонечку продолжаем. Копеечка, копеечки, да, усредняемся. Следующая покупка, это будет у нас, сейчас посмотрим, сколько у нас на брокерском счету. 1316 рублей у нас остается. Что можно было бы докупить? Сигежа у нас биржа закрылась, не успел ее докупить. Надо, конечно, раньше по времени это все делать. Очень, конечно, вкусно выглядит компания Газпром, но на Газпром мне тут не хватает. Поэтому, я думаю, можно будет взять 10 акций компании Московская биржа. Средняя 119.45 и 10 акций доберем. Один лот у нас 10 акций торгуются на общую сумму 1041 рубль. Нажимаем по рыночной, нажимаем купить, нажимаем подтвердить заявку. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена и Московскую биржу мы добавили. Теперь в портфеле 180 у нас акций. Московская биржа. Средняя 118.6 на рубль. Но, тем не менее, приятно. Хоть на рубль усреднились. Кто-то скажет, ну что это такие за усреднения на рубль тут, на полкопейки, на одну копейку. Но, тем не менее, хоть какое-то продвижение есть. Так, на брокерском у нас остается 274 рубля 77 копеек. И давайте возьмем 10 акций компании Аэрофлот. Хватит нам. Сейчас средняя 40-21. Давайте попробуем. Один лот у нас 10 акций. Нажимаем готово. Воу, тютелька в тютельку прям у нас Аэрофлот и добавится. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. И компания Аэрофлот в количестве 10 акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь в портфеле у нас 490 акций компании Аэрофлот. Средняя 39,95. Пробитие есть 40 рублей. Идем на 30 рублей. Усредняется. Хотелось бы, конечно, по Аэрофлоту выйти в ноль. А там поглядим. Посмотрим, как говорится, что можно будет сделать с данной бумагой. Так что, вот такие покупки сделали на этой неделе. Купили 10 тысяч акций компании ФСКС. Купили 10 акций компании Московская биржа. И 10 акций компании Аэрофлот. Продолжаю верить в российский фондовый рынок. Инвестировать. Никуда не тороплюсь. Горизонт инвестирования у меня, конечно, большой. Это не год, не два. Это, скорее всего, 5-10 лет. Поэтому, какие-то такие просадки, в принципе, близко к сердцу не воспринимаю. Продолжаю инвестировать, пополнять брокерский счет. И уверен, что на долгосроке, конечно, мне, как инвестору, это принесет прибыль. Так что, подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуете мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую. Как я покупаю российские акции. Российские компании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока. Пока.